Мы с вами говорили о том, что грех сложен, имеет структуру. Грех по слабости сначала, а затем грех сознательный, разрушающий. Говорили о том, что только второй грех и по-настоящему существенный. Приводили пример зубную боль из записок из подполья, когда человек неделями ноет, 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 ноет по слабости. Он, который уже всем совершенно надоел, астачертел, погиб в собственных глазах, себе астачертел в первую очередь, начинает ныть не просто, а ныть художественно, с руладами. Грех, и я говорил, что грех имеет структуру. Казалось бы, пример зубной болью частный. Может быть, случайный. На самом деле мы имеем дело с раскрытием и краткой выраженностью принципов эстетики Достоевского, его художественного принципа. Федор Павлович Харамазов при живой жене устраивает оргии. С девицами, с пьянцем забубенным. И жена, будучи крутого нрава и тяжелой руки, наутро берет его за седые височки и лицом по ступенькам. В гневе. Что делает Федор Павлович Харамазов после этого? Он запрягает коряску и едет по лучшим домам города рассказывать о том, какая была оргия и как жена с ним после этой оргии поступила. Вот так. Почему делает это Федор Павлович по утрогу? Почему Федор Павлович едет, он сам принадлежит к высшему кругу. Почему он снаряжает коряску, едет по лучшим домам города и рассказывает о позоре домашних обстоятельств? О стыде и сраме всем рассказывает по очереди. Всем известным людям в городе рассказывают по очереди о позоре и стыде и сраме домашних обстоятельств. Ну, может быть, он такой срамник. Может быть, он просто размазывает срам. Понятно, что размазывает. Ну, может быть, он размазывает. А почему они заходят, если я закрыл? Это чудо. Старий Зосима, когда Федор Павлович приходит к нему разбираться дела с Митей, сыном, и, выслушав все о Федоре Павловиче Карамазове, старий Зосима говорит ему, Федору Павловичу, «Вы не стыдитесь, очница». «Вы не стыдитесь, очница», говорит старий Зосима Федору Павловичу. А Федор Павлович говорит, «Святой старец меня прочкнул». Угадал. Старий Зосима угадал, что не срам размазывает старший Карамазов, а стыд. Ему стыдно. Ему очень стыдно, и он ездит по городу и рассказывает всем свой стыд. Видите прямое сходство с нытьем, художественно и с руладами? Человек по слабости стонет, из-за зубной боли другой бы скрепился, а этот стонет, и этот слабый. А когда художественно и с руладами, это уже сознательно. Это уже и при этом, замечает автор записок «Исподполье», при этом испытываю наслаждение. Огромное наслаждение. Вот когда художественно и с руладами, вот тогда ты испытывал огромное наслаждение. Фердыченко вспомните, мы разбирали. Одно дело взял, это чёрт попутал. И совсем другое дело, когда он громче всех морализирует над заподозренной служанкой, а сам с огромным наслаждением мнёт трёшку в кармане, которую сам украл. Громче всех кричит и позорит, и при этом с наслаждением... Зачем? Ушёл бы сразу. Ну, чёрт попутал, когда с трёшкой ушёл, всё пропил и всё так нет. Он остался. И он... Так, всё-таки... Нет, всё-таки был в деканте. Сейчас он неуместно совершен. Фёдор Павлович, уверяю вас, романе не сказано, но уверяю вас, Фёдор Павлович испытывал несказанное наслаждение, когда ходил и рассказывал позор, стыд и срам своих интимных отношений. Он, как Еферды, как этот человек с зубной болью, как этот подпольный человек, он испытывал наслаждение от этого. Если мы этого не поймём, то мы вовсе не поймём застаёт. Застаёт, что будет для нас писатель его сумасшедший. Не срам размазывал Фёдор Павлович, а стыд. И Зосима это понял. «Вы не стыдитесь очень-очень», — говорит он Фёдору Павловичу. И тот чувствует, что его прочкнули. Никто не догадывался. Зосима догадался. Алёша Карамазов. Алёша Карамазов. Теперь начался отца, пройдёмся по детям, по сыновьям. Алёша Карамазов, у которого пропах старец. Старец Зосима умер. И противоестеству быстро пропах. А для православных это очень серьёзно. Для христианта важнейшее положение. Нетленность мощей — это важно. Алёша — христианин. Для него нетленность мощей — незыблема. Любой монастырь стоит на мощах, любой престол церковный стоит на мощах. Нетленность мощей — это архиважно. Для Алёши в том числе. И вот вместо того, чтобы это знак Бога после смерти человека. Либо о праведной жизни, либо о неправедной жизни. И старец пропах не просто естественно быстро, все ждали, что он будет сырёха не дольше обыкновенного. А он разложился и пропах ещё быстрее, чем естество предполагает. Алёша, конечно, в растерянности, в потерянности, в сомнении. Алёша, это понятно. Потерянность, сомнение, растерянность — это понятно. Он усомнился и не мог не усомниться в старце. Хотя есть такая вещь, как испытание веры. И по-большому Алёша должен был проявить как раз мужество и терпение, а не впадать в растерянность и отчаяние. Но это слабость Алёши. Надо посмотреть, что происходит дальше. Дальше подворачивается приятель и говорит Алёша легкомысляный, низкоцинично молодой человек, дальний родственник грушеньки. Он Алёша говорит, что и колбасу теперь есть будет. Алёша говорит, буду. Что и грушеньки пойдёшь? А грушенька ведь в городе знает. Наверняка грушенька давно хотела залучить Алёшу. Уж больно ангел. Ангел Алёша, уж больно ангел. Уж больно чист. И инфернальная грушенька давно хотела залучить его к себе, чтобы съесть. И даже денег дала этому своему дальнему родственнику, что если залучит Алёша. Потому что она сама разберётся. И понятное дело не выйти оттуда целым. Но она ещё обещала за это деньги, чтобы Алёшу съесть. И Алёша, конечно же, это знал. И его спрашивают, что и колбасу есть будешь? Буду. И грушеньки пойдёшь? Пойду. Вот структура поступка. Поступок по слабости. Наверное, не должен был Алёша сомневаться в старце. хотя знак, конечно же, уважаемый, безусловный в христианстве. Но есть такая вещь о воспитании веры. Алёша мог бы её выдержать, если ты не выдержал. Проявил слабость, отчаялся, усомнился. Но это одно. Алёша ещё и размазал потом. Потому что есть колбасу иноку. А тем более что игрушеньки пойдёшь, пойду. Тоже, как видите, тот же принцип построения Достоевского человеческого поступка. При этом человек именно берётся в этом сознательном грехе. Грех по слабости он обычен. Грех по слабости он обычен. Достоевский начинается от греха сознательного. С того греха, которым писал Сократ, который отрицал. Возможность, которого Сократ отрицал. Я говорил, у Толстого вовсе нет такого греха. У Толстого грехов сколько угодно, как у всякого серьёзного великого писателя. но такого греха у них нет. Толстого только грех по слабости. Отец Сергий не в силах бороться против похоти, оттяпывает себе палец, ему становится не до похоти. Сцена драматическая. Бог знает с каким великолепием написано, но это грех по слабости и всё. Там, где кончается Толстой, начинается Достоевский. Толстой заканчивается на грехе по слабости, а Достоевский начинается с греха по слабости. Там, где заканчивается Толстой, там именно начинается Достоевский. Ибо грех сложен, в грехе есть составляющая непосредственно и составляющая сознание. Алёша пошёл к Грушеньке и Грушенька поняла Алёшу, поняла, почему он пришёл к ней и оставил в покое. не не стало трогать. И Алёша воскрес. Там, где искал, то есть Зосима он усомнился и отчаялся, а там, где не чаял, то есть в лоне греха, в самой середине чувственности Грушиной, там нашёл спасение говорит Алёша. И Алёша оправился, И Алёша вернулся. Но интересно, как падал Алёша. Падал он, проявил слабость, то есть совершив грех слабость, по слабости грех неверия в человека, которому он должен был верить, конечно. Совершив грех по слабости, он совершает затем грех по поводу греха. Совершив грех, он в дальнейшем совершает грех по поводу греха. И Достоевский берёт человека, вот есть такая проблема, проблема изображения человека, когда собственно человек становится персонажем. Коль решает эту проблему по-своему. его персонажи абсолютно внешние, у них нет нутра, они все снаружи и поэтому являются персонажем. Их требуется обоснованность персонажа в качестве персонажа. Это обязательно требуется, значит мы не получим художественность и не получим поэтики. Если мы не ответим об условиях изображения Сирич, об условиях изображаемости персонажа. В условиях того, как персонаж, при каких условиях персонаж делается персонажем. У Гоголя это ясно. Совершенно внешний персонаж поэтому и является персонажем. Проблема рефлектива, когда появляется рефлективный герой возникает также проблема условия и способов изображения человека рефлективного. если Онегин всегда кажет себя, то есть является автором того текста, в котором он участвует. Пушкин это описывает даже без художественных приемов из самого художественного текста Пушкина видно, что он имеет дело с рефлективным персонажем. как он умел казаться, как он умел являться, как он умел забыть себя, но забыть себя разумеется в этом не так, как в диканике забывают себя, потому что просто не знают себя, а именно в этом казаться и являться. И Пушкин избирает совершенно другую поэтику незавершенного действия и незавершенной фразы. Мы это обсуждали с вами, не буду снова. Незавершенного действия и незавершенной фразы. Таким образом поэтически схватывается персонаж. В ход нельзя, понимаете, диканьку описывать так, как описывать Онегина. Если вонится такой герой, как Онегин или Печорин, уже нельзя воспользоваться поэтикой Гоголя. У Гоголя все непосредственные, поэтому он описывает отчетливо. Тот пошел, это сделал, поэтическим сложным, конечно, не так, как я. Но он просто описывает, потому что персонажи описываем, пособу, они абсолютно внешне, все целиком внешне. Печорин же автор собственного текста, поэтому Лермонтов совершает такой прием замечательный, как передоверяет авторство и пишет дневник Печорина. это совершенно не случайно. В данном случае не случайно. Бывает, что случайно пользуются этим приемом, но не такие, как Лермонтов. В данном случае это не случайно, он передоверяет авторство и персонажа, потому что персонаж сам автор. так и здесь. Человек, совершающий сознательный грех, оказывается по-своему внешним, по-своему выраженным вовне, именно в этом действии сознательного греха. Именно в действии сознательного греха он становится внешним и описываемым. Это особенно хорошо видно по Ивану. Иван живет в доме отца. Иван живет в доме отца. Иван для Ивана все эти отношения, весь этот треугольник отец Митя и Груша отвратительно, мерзительно. Для него это грязь. Митя иначе смотрит на вещи, а Иван смотрит так, для него это грязь. для него это его крайне мутит его от этого всего. Но ситуация есть ситуация. Федор Павлович конверт с очень приличной суммой денег запечатал, написал моему цыпленочку Грушеньки, если придет. А Митя сел в саду с ружьем и ждет. Если придет, то он убьет. Кого? Не знаю. Может быть, он сам не знает. Но скорее всего отца. Потому что для Грушеньки ничего нового. В этом поступке не было бы. Еще одна инфернальность. отец ждет Грушу, Митя сидит сторожит ту же самую Грушу. Пока Иван в доме, отец будет цел. Иван живет в доме, живет с отцом. Пока отец в доме, пока Иван в доме, отец будет цел. Иван понимает, но ему не встерпешь. Это потом не испытывает чувства ни к родителю, ни к брату. Он свою мысль выражает свое отношение очень просто. Скорее бы одна гадина сожрала другую гадину. Но это фраза. Разумеется, он не желает смерти отца. И в конце концов он не удерживает, потому что это может длиться бесконечно. и собирается уезжать в Петербург. И выдерживает, собирается уезжать в Петербург и объявляет об этом. У плетня сидит Смердяков. Сидит за гитарой. в Петербург, уезжает 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 да, а тебе что? И очень правильно делаетесь. Очень правильно с умным человеком и поговорить приятно. и все. И ситуация перевернулась. Смердяков Ивана как науду поймал. Иван теперь уже не может думать, Иван теперь уже не может думать, что он это делает из раздражения, из отвращения, то есть послава. Иван теперь сам знает, теперь Иван сам знает, что он сознательно оставляет отца на погибель. С умным человеком и поговорить приятно. Иван уже не может. Видите, все наши поступки можно интерпретировать двояко. Я имею ввиду не лучшие наши поступки. Все не лучшие наши поступки можно интерпретировать двояко. Можно думать, что все по слабости. Так делает Тоски, мы говорили. Чувствуя и видя недовольство Анастасии Филипповны, он говорит, нет, я понимаю, что поступил плохо, но посмотрите на себя. Разве можно такой красавице не соблазниться? То есть о сознательной природе греха Тоски просто не знает. Про слабость он знает все. но про сознательную природу греха Тоски не знает. Что он погубил Анастасию Филипповну сознательно? Да нет, ну что вы, просто пошло. Это диканик. Тоски это диканик. Он совершенно внешен. Еще раз, как Достоевский говорит о Тосском, если бы его кто взялся убивать, то он бы расстроился и перепугался не того, что его убьют, а того, что это выйдет как-нибудь некрасиво, неизящно. Тоски абсолютно внешен. Это диканик. Он непосредственен, то есть значит абсолютно внешен. Как в диканике. Где диканьки, а где Тоски. Но Тоски это диканька. Или же мы интерпретируем свои поступки как сознательные. Как сознательные. Но тогда мы встаем на эту почву, на которой стоят все герои Достоевского на почву, когда ты соскальзываешь в еще больший грех. Вот сознание, что ты делаешь это сознательно, ты соскальзываешь еще в больший грех. Иван в вечер сбора совершил поступок, совершил поступок, который сам всю жизнь считал самым отвратительным своей жизнью. Когда он же собрал вещи, он выше, насколько я помню, он выше жил, отец вечером внизу в столовой как всегда допивал дежурную бутылку коньяку, и Иван на цыпочках подошел к дверям, приоткрыл их и долго смотрел на отца. Потом закрыл, собрал вещи и уехал на утро. Вот так. Он на цыпочках подорв, потому что после слов уезжал он в раздражении, в неприязни. Пусть одна гадина сожрет другую гадину. Уже в этом раздражении чувствуется признание собственной слабости. Выезжал он в всяком раздражении и наверняка согласился бы, что проявил слабость, что может было потерпеть и может тем самым спасти отца. Выезжал он в раздражении и в неприязни, которые охотно бы, наверное, признал за слабость. Но после этого с умным человеком и поговорить приятно, после этого Иван на цыпочках подошел к дверям, открыл их и долго, молча смотрел на отца. И этот поступок до конца дней он считал худшим, отвратительнейшим своей жизнью. И когда поезд достиг Петербурга, Иван сказал себе «Я подлец». когда Федора Павловича убили, свалили на митю, Иван догадался, и он раз за разом ходит. Он ходит к Смердякову раз за разом. Раз приходит, второй приходит, третий приходит, четвертый приходит. Таскается к Смердякову с одним вопросом «Кто убил?» И получается в ответ «Так вы и убились». Так вы и убились. Ну, что имеется в виду Смердякова? Имеется в виду, что Иван Карамазов, ой, ну да, Иван Карамазов в застольях, со скуки, в спорах с отцом развивал мысли, как я полагаю, близкие к Раскольникову. К Раскольникову. И этими идеями проникся всегда молчащий, один раз он был открыл, но всегда молчащий Смердяков. Он слушал. Ну, где ему говорить ни образования, ни фантазии, ничего. Ни ума толком. Он, разумеется, молчит. И идея проникся. И Иван называет Смердякова передовым мясом. То есть, если действительно идеи нишанские, идеи раскольничевские придут, то первыми пойдут эти самые ничего не понимающие, без фантазии, без образования, без смысла люди. И презрительно Иван называет Смердякова передовым мясом. Вот проникнутый Ивановыми идеями Смердяков-то и убил. Иван это понял. Иван это понял. Он понимает, что Дмитрий не мог убить отца. На самом деле. А Смердяков мог. Иван уехал с этой мыслью и приехал после смерти отца с этой мыслью и таскался к Смердякову с одним вопросом кто же убил и получил вполне логичный вытекающий из сути дела ответ так вы и убились. все персонажи по-своему проходят как видите этот путь. Вроде бы пример был такой почти случайный казалось бы с этой зубной болью. С этим сначала Ноя художественная и с руладами. А нет смотрите как Иван тоже размазывает свой стыд. Не признает его а размазывает. Совершенно как Иван Павлович ходит по гостям. Совершенно как Ангел Алеша ест колбасу и идет грушеньки. Прыгает в пасть. Совершенно так же Иван Карамазов таскается к Смердякову с одним и тем же вопросом. Это захваченность собственным падением. Сознательный грех это всегда захваченность собственным падением. Ну меня лукавый вопрос иногда теребит. А совсем уж вопрос. Но тем не менее я просто предпочитаю додумывать до конца. Но если додумывать до конца, то Алеша отправляясь груши должен был испытывать величайшее наслаждение от своего падения. Как Сердыченко, когда он стыдил кухарку, а сам мял бумажку. Вот испытывал восторг. Когда жрал колбасу и в зубах шел грушеньки. или но точно он не делал это меланхолично. То же самое Иван. Если додумывать ситуацию до конца, то он по-своему должен был испытывать восторг, когда таскался к Смердякову. Но это уж совсем не похоже. Наверное восторг не всегда, но очень часто. а хочется думать, что восторг есть всегда. Хотелось бы думать, что все, как и герой записки из-под поля, как Фердыченко, все испытывают при этом восторг. ходит. Почему невероятно, что Иван таскаясь к Смердякову мог испытывать какие-то инфернально радостные чувства? Ну, потому что Иван, видимо, потому, что он понимал, что происходит. Он не только сознательно падал, но и понимал, потому что это Иван, сознательно падает. Поэтому сладости, возможно, он и не испытал, но только по этой причине. Знаете, кто сдержался, кто не упал? Я имею в виду братья Карамазовы. Не упал Митя. Один Митя воздержался. Он испытал огромное побуждение к падению, но воздержался. Это замечательная сцена, когда Митя и Катя, первая сцена в романе, которая, собственно, и дает завязку целым романам. Как там было? У Кати отец, подполковник. Он казенные деньги дает, против правил, незаконно дает купцу, который их крутит и возвращает с прибытком отцу Катиному. И так продолжается долго-долго, пока не выясняется, что он уже должен со дня на день уйти в отставку. Когда купец, по-купечески, про очередные деньги, а какие деньги, а какие были деньги, разве были деньги? Ну и Катиному отцу в тюрьму, суд и каторга. И тюрьма, по крайней мере. Домашние застают его, когда он снял сапог, ставив себе в рот дуло ружья, пальцем ноги пытается дотянуться до курка. Ружье, но это был лучший уход для него, понятное дело, в этом положении. Ружье отнимают, жизнь спасают, но положение остается. Нужно пять тысяч, когда не будет суда, не будет позора. Вы просто отправят в отставку. У Кати этих денег нет. И ни у кого нет. Катя в это время приезжает из пансиона. Дворянка, юная, писаная красавица. А Митя, в ожидании разборок с отцом, здесь же кутит каждый день. И Катя не замечает Митю. Митя не влюблен в Катю. Но Катя не замечает Митю, и ему, тоже молодой человек, самолюбие. Он считает себя чем-нибудь, а она видит в нем простого, обыкновенного кутива. Город – это кутивший офицер. Абсолютно сквозь него смотрится. И вот, как положено, всегда весь город уже знает о беде, случившейся в семье Кати. Знает и Митя. А у Мити есть эти пять тысяч. У Мити деньги есть. И тогда Митя совершает отвратительный поступок, совершенно отвратительный, даже невероятный, как он это делает. Он через служанку пересылает Катерине Ивановне записку, где предлагает ей вечером, как стемнеет, прийти к нему одной, и тогда он даст денег. Вы представляете себе, молодая дворянка одна вечером к мужчине невероятно просто. Просто невероятно. Что хотел Митя? Митя хотел унизить гордую Катю положение. Чтобы вот она пришла, а он, разумеется, почтительно денет тест. Ни о чем больше речи, ну, тут думать нечего. Унизить институтку положение. Вот чего хочет Митя. Унизить гордую институтку положение. Вот приди, попроси, и я, конечно же, охотно и почтительно дам. Вот что удумал Митя. И он ждет Катю. Катя входит, приходит к нему, одна вечером, невероятно. На глазах всего города. Вот такие города все происходят на глазах города. Катя приходит. И эту сцену не Достоевский рассказывает о Кате и Мите, а Митя рассказывает о Леше. И это принципиально. Достоевский передоверяет. В этой ситуации Достоевский передоверяет авторство. Митя рассказывает о Леше. В том самом саду, где он с ружьем сидит и сторожит. Митя рассказывает о Леше. Митя говорит, ты видел ее? Митя описывает, как она вошла. Ты видел ее? О, ведь красавица, да не тем она хороша была. Понятно, чем. Катя со страху. Возвеличилась. Она вошла, как, вы знаете, у древних племен был обычай приносить человеческие жертвы. Когда выбранную девушку, самую красивую в племени, там, ежегодно, или как там, наряжали великолепный жертвенный наряд, цветы жертвенные, и она отправлялась в пасть льву. Вот такая Катя, вся в жертвенных цветах, великолепная, отправилась к Мите. Это, разумеется, со страху. Но величественна она была, совершенно. И вот Митя. Митя ж чего ждал? Митя ждал унижения Катиного. Митя думал, что он будет вот такой, а Катя вот такая. А Катя вошла, и сразу получилось, что Катя вот такая, а Митя от пола не видно вообще. Вообще не видно. И главное, что это совершилось неожиданно. То есть Митя, готовый к унижению Кати, приготовившийся, совершивший эту пакость, он приготовился к унижению Кати, а сам был совершенно неожиданно, до невероятности ее унижен. И тогда Митя обращается к Алеша. И тогда, говорит Митя, в моей душе, вот в этом унижении, у Достоевского человек всегда берется в унижение. Всегда берется в унижение. Катя в унижении находится, и Митя оказался в унижении. Достоевского человек всегда берется в унижение. С Нигирева вспомните, кого угодно, собственно говоря, вспомните. Настасью Филипповну. Человек начинается с унижения, начинается с сознания вины. И тогда, говорит Митя Алеша, у меня в душе шевернулось непобедимое желание отмочить штучку. Такую купеческую штучку отмочить. Ну вот то, которое мы уже говорили. А какие деньги? Барышня. Какие тысячи? Какая записка? Вот это было бы да. Катя прошла через весь ад, а он ее лицо вот так, барышня. Что делает Митя? Митя, попав в унижение, хочет унизиться еще хуже. Поняв, что он сделал пакость, подлость, осознав это, он падает еще ниже. Потому что вот такая игра, когда Катя бы вошла, униженная, он благородно и почтительно притянул ей деньги, это еще, ну как бы, по Митиному, что ли, но совсем не по Митиному, отмачивать купеческие штучки. И, Митя, это уже падение. Здесь просто вот понятно, опять-то граница между слабостью и падением. Здесь, Митя, уездон равнодушием, как молодой, самолюбивый человек, и устраивает пакость. Но следующая пакость, которая завладела его душой, неотвратима совершенно. Это уже сознательное падение. Это уже грех по поводу греха. Потому что на это Митя не способен. Как таковой по своей природе Митя вот на эти, на купеческие штучки он не способен. Потом, говорит Митя Алеша, это все в саду, Алеша с Митей, это очень важно, что именно, а иначе не взять сцену. Перед нами рефлективный герой, герой, сознающий свою вину. Сознательно падающий. Его нельзя взять просто извне. Поэтому передоверенно, поэтому не Достоевский говорит о Мите, а Митя говорит о себе, обращаясь к Алешу. Вторая, говорит Митя, мысль пришла. Ты знаешь, как тарантул кусает? Представляешь себе, разумеется, если бы знал, так и не стоял бы перед Митей. представляешь себе, как тарантул кусает, так вот меня, как тарантул, сердце укусил. Как тарантул сердце. У меня возникло желание снасильничать. То есть еще куда хуже. Митя не остановился в этом желании. Он стит Кате. Он стит Кате. Желание снасильничать, что совсем никаких планов не входило. Не могло входить. Но именно оказавшись, неожиданно оказавшись в унижении, крайнем унижении. Катя его просто раздавила своей жертвой. Катя его раздавила, и он в этом, корчась, на уровне Плинтуса, корчась, он придумывает один способ штучку отмочить, и другой способ еще страшнее. Митя говорит, я ведь на завтра же пришел бы и руку и сердце предлагал бы. Обязательно предложил бы. Я это понимал. Так просто снасильничать невозможно. Я бы, конечно, на завтра бы, на сегодня ему нужно было снасильничать. Завтра он обязательно пошел бы, на колесе встал бы на колени и просил бы стать женой. но я почувствовал, что что-то мне подсказало, что она выгонит меня с крыльца. Что Катя настолько гордая, что, несмотря на вот это унижение, и деваться у девушки после этого некуда, что она его выгонит, прогонит с крыльца. и Митя все стерпел, Митя все стерпел, Алеша не стерпел. От России Достоевского даже техника падает. Алеша не стерпел. Алеша ведь не подумал пойти и одернуться, а пошел в Рушеньки. Ну, Федор Павлович понятно, что не стерпел. А Алеша не стерпел, и Иван не стерпел. Он физически ходит к Смердякову за ответом на свой вопрос. Он задает эти вопросы. А Митя стерпел. Митя стерпел и взял деньги и поясным поклоном поклонился Кате. Отдал деньги. То есть он признал свое унижение. Он признал, что он не язык. Что делал Митя? Сделал то, что не сила было делать ни Алеша, ни кто другой. Митя Единый из всех Карамазовых стерпел. Он испытал его, он человек. Испытал желание падения. Но он стерпел и признал свою низость перед Катей, поклонившись ей поясным поклоном. А Катя все поняла. Катя все поняла, что Митя нужен был. Достоин сущий трейлер, все все понимают. Неизвестно как, это ценноюное существо, только что из института, жизни не видевшая, она все поняла. И поняла, что Митя золотое в сердце. Поняла, что Митя делала то, чего никто бы другой не сделал. Признать свое унижение перед другим. Причем чисто признать. После этой борьбы страстей, которые были у Митя в душе, и неизбежно должны были быть. Ареша не смог, а Митя признал свою низость перед Катей. И Катя, понявши это, поклонилась Мите не поясным, а земным поклонам. Катя поклонилась Мите не поясным поклонам, как он ей, а земным поклонам. И наутро прислала письмо, смысл которого в том, что она просит Митю взять ее в невесты, она просит Мите руку из сердца и буду вашей постилкой. И начинается тираническая любовь Кати к Мите. Тираническая, потому что надуманная. Понятно, что надуманная. смысл Катиной любви совершенно понятен. Это спасти Митю от самого Митя. Цель любви спасти Митю, потому что у Мити золотое сердце, а дело Бог знает Бог знает что. Его бешеные страсти его, конечно, погубят, но Катя не даст это. И причина в том, что Катя в Митином признании своей низости увидела благородное и чистое золотое сердце, что на самом деле так и есть. Разумеется, в желании спасти человека вопреки самому человеку есть тирания. Момент тирании, часть тирании. Поэтому я говорю о тиранической любви. Но к одной тирании, разумеется, дело не сводится. Катя хочет спасти Митю вопреки самому Митю. Начинаются чудеса, которые Катя делает ради Мити, вроде той, которую мы уже однажды разбирали, как она отдает деньги. Поручает ангелу Арешу вручить деньги Снегиреву, который оскорбил очень жестоко и зверски. Вот поступил с ним Митя. Катя ходит за Митей, терпит и почему именно Митя? Почему именно Митя? Что такое знает Митя, чего не знают остальные? Почему все остальные страстные, включая Алешу, Алешу страстен, признается неоднократно в романе, что он страстен, как и все Карамазовы? Почему то, что не смог делать ни Иван, ни Алеша, ни Федор Павлович делает Митя? Что такого он знает? Есть замечательная сцена, где Митя едет в мокрое гулять с грушенькой на Катины деньги. Катя формальная невеста Митя. И он приз живой невесте формальной на глазах всего города, разумеется, едет гулять под город с цыганами с грушенькой. Ну, а почему? Ну, я вам скажу, почему он это делает. Потому что у грушеньки изгиб. У грушеньки изгиб. Он отразился везде. И на мизинчике, и на ушке. изгиб такой грушеньки. И ради этого изгиба рокового Митя ни о чем больше не думает. Митя едет к грушеньке потому что изгиб. Это вам совсем определенность говорим. Можете даже сомневаться. Здесь человек бессилен. Но Митя при этом понимает, что он делает. Он встречает Алешу по дороге в Мокрое и говорит Алешу обо всем, что происходит. Что вот это Катины деньги, что вот он едет. В общем, говорит все, что происходит. Алеша. И знаешь, какая главная мука для меня говорит Митя Алеша. Опять Митя Алеша. Знаешь, какая вот все вот это безобразие и чистит Катю и на ее же деньги чистит. Совсем плохо все. Но знаешь, говорит Митя, какая главная моя мука. А кто помнит, какая главная мука у Митя была? Это еще не главная мука. Это все так. Просто мука. Мук много у Митя. Главная мука, говорит Алеша, говорит Митя Алеша, в том, что я взял не все деньги, а только половину. Вот так. вот она главная мука, что не все деньги взял, а половину. Это действительно главная мука. Если все деньги взял, то это порыв. Это слабость. И только что порыв. А если взял половину? Это совсем другая история. боль. Это половина денег раскрывает Митю прямо всего изнутри. Вот где главная мука. Сознательно совершаемый грех. Слабость это видимость. Слабость побудила бы взять все деньги и стараться в едином порыве. Бросить ногам грушники, все это было бы слишком банально и слишком понятно. и это было бы слабость и ничем более. Но Митя берет половину денег и это главное его мука. Потому что грех совершается не по слабости, а сознательно. И тут Митя говорит Ареша знаешь ли ты что значит лететь в питание вверх и славить Господа? Знаешь ли ты что это значит лететь питание вверх и славить Господа? Падать в самый низ и при этом верить что Бог простит или что Бог есть. Вот это знает Митя. Он в этот момент это говорит. писать себе Алешу который ест колбасу и идет к грушеньке и говорит такие слова никоим образом ангел Алеша инок Алеша никоим образом хотел сделать главным героем написать роман и так почти бесконечный делать еще большим делать его главным героем но представить себе что Алеша когда идет с колбасой грушеньки представить что он говорит такие слова нельзя в этот момент Алеша этого не знает а Митя отсчитав половину денег жуткое зрелище конечно отправляясь за изгибом придавая невесту ради этого изгиба он отсчитывает отслюнивает ровно половину чужих катиных денег это слишком трагично лететь пятами вверх и славить господа вот в этом состоянии падения Митя сдерживается так же как он сдержался в сцене с Кати перед этим да он падает но он все таки некоторым образом душа его чиста знаешь ли ты он спрашивает Алеша что значит лететь пятами вверх и славить господа Алеша отвечает знаю Алеша отвечает знаю да я это знаю Алеша страчен Алеша карамазов но и он знает правда не минута падения он об этом забыл но вообще то он конечно это знает это христианская мысль главная христианская мысль лететь пятами вверх и славить Господу. Ибо Христиан ближе к Богу в момент покаяния. И только через покаяние обращается к Богу. Как я уже говорил, Бога здесь нет. Митя в церковь не ходит. Вряд ли Он набожен. Такой там вряд ли. Но Митя находится в правильном отношении к своему греху. К Богу он находится не в правильном отношении, он о нем не думает. Только как не думает о нем. Думает о нем, но не обращается к нему, не идет там в церковь, все такого не происходит. Он находится в правильном отношении к греху и, некоторым образом, в правильном отношении к Богу. Все на сегодня, спасибо Субтитры сделал DimaTorzok